Здравствуй, дружок! А сегодня у нас продолжение Синичкин календарь. Апрель. Полетела Зинька на реку. Летит над полем, летит над лугом. Слышит. Всюду ручьи поют. Поют ручьи, бегут ручьи. Все к реке собираются. Прилетела на реку, а река страшная. Лед на ней посинел. У берегов вода выступает. Видит Зинька, что не день, то больше ручьев бежит к реке. Проберется ручей по овражку незаметно под снегом из берега. Прыг в реку. И скоро многое, множество ручьев, ручейков и ручьишек набилось в реку. Под лед попрятались. Тут прилетела тоненькая черная-белая птичка. Бегает по берегу, длинным хвостиком покачивает. Пищит. Пилик-пилик. Ты чего пищишь? спрашивает Зинька. Что хвостиком размахиваешь? Пилик, отвечает тоненькая птичка. Разве ты не знаешь, как меня зовут? Тут ледоломка. Вот сейчас раскачаю хвост. Да как треснуем по льду, так лед и лопнет. И река пойдет. Ну да, не поверила Зинька. Хвастаешь. Ах так, говорит тоненькая птичка. Пилик. И давай еще пуще хвостик раскачивать. Тут вдруг как бухнет где-то вверху по реке, будто из пушки. Ледоломка порх и с перепугу так крылышками замахала, что в одну минуту из глаз пропало. И видит Зинька. Треснул лед, как стекло. Это ручьи и все. Что набежали в реку, как понатужились, нажали снизу, лед и лопнул. Лопнул и распался на льдины, большие и малые. Река пошла. Пошла и пошла. И уж никому ее не остановить. Закачались на ней льдины, поплыли. Бегут друг друга, кружат, а тех, что сбоку, на берег выталкивают. Тут сейчас же и всякая водяная птица налетела. Точно где-то здесь, рядом, за углом ждала. Утки, чайки, кулики-долгоножки. И, глядь, ледоломка вернулась. По берегу ножонками семенит, хвостом качает. Все пищат, кричат, веселятся. Кто рыбку ловит, ныряет за ней в воду. Кто носом в тину тыкает, ищет там что-то. Кто мушек над берегом ловит. «Зинь-зинь-хо, зинь-зинь-хо, ледоход, ледоход», запела Зинька. И полетела рассказать старому воробью, что видела на реке. И старый воробей сказал ей. «Вот видишь, сперва весна приходит в поле, а потом на реку. Запомни, месяц, в который у нас реки освобождаются от льда, называется апрель. А теперь лети-ка опять в лес, увидишь, что там будет». А на этом на сегодня все. Услышимся вскором в мае.